Твой главный вопрос, как общаться с Творцом? Может тебе этот, телефон Творца скинуть? Че, в WhatsApp не видел, он там везде. Ну, набирай любые цифры и сразу на него попадешь. Не поставить человека на место, а наоборот его направить в правильном направлении, чтобы он сам начал думать. Ну, то есть они меня расценивали как авторитета? Да. Ну, наверное, со стороны виднее. Так это не я сказал, а ты сказал. Шайтан помутил мой разум. Да вообще никому не надо работать, надо трудиться. Ты говоришь, что можно напрямую разговаривать с Богом. Я у тебя хотел спросить, как? Давай вместе научимся, я сейчас подсказки буду делать. Давай. А где он находится? Теперь ты умеешь обращаться к Творцу? Как мне-то его слышать. Только через людей. Нет, не только через людей. Мама, мне спрашивает вопрос, ты че пьяный? Я и вру, стою наглую. Я даже чувствую, что я вру. Мне больно от того, что я вру, но я все равно вру. Вот здесь его нет, но он здесь все слышит и все видит. Как так? А теперь ты говоришь, что он везде. Как мне узнать напрямую от него ответа? Ты и че просто не догоняешься. Это и есть напрямую. Потому что в каждом из нас Творец есть. Он везде и во всем всегда. Он тебе явился в одном образе, а ты его образ мысленно переиначиваешь. Получается, твой опыт-то ни на чем не основан, если он так быстро рухнул. Творец это все. Вот попробуй опровергни, попробуй докопать. Любое слово, любое проявление – это часть Творца. А Творец это все. Так ты не слово ломи, ты смысл ломи. Это не демагогия, это тоже часть Творца. Тоже является частью Вселенной. И почему Творца постоянно дробишь на части Творца? Дай хоть какой-то знак. Четко над этим зданием просвет, и луч света такой бьет. Вот четко на это здание. Такое вообще не бывает. Надо научиться слышать, видеть и ощущать его. Он у тебя через жену говорит, иди помогай мне. Я уже слышу, что у тебя мозги кипят, тебе надо это все переварить. Я, говорит, за пять минут перевербовал тебя без всяких фокусов. Вот, я бы, наверное, хотел бы, чтобы, когда мы с тобой разговаривали о том, что с кем бы я хотел видеть перед собой, ты понимаешь, да, про что я тебе говорю? Людей, или Минотавров, или тому подобное. Когда ты вот это разъяснял? Ну, я про это и говорю, что вот это важно. Что я до тебя донес мысль, что надо как к учителям относиться. Да, 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 вот это, да. Мне каждый день по 20 звонков поступает. Я каждый раз одно и то же, другими словами разъясняю. А здесь ты прям хороший собеседник попался. То есть я прям все по полочкам разложил. Постепенно, последовательно. Потому что, наверное, я в той же теме. Я не в теме живого человека, а в теме к вопросу про Бога. Ну, вот, наверное, поэтому. У каждого же есть своя корыстная тема. Да? Каждый хочет слышать то, что он сможет слышать. То, что он хочет слышать. Ну, да, в основном звонят, говорят, Антон, я это, хочу услышать твоего совета. И начинают это, говорить, 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 говорить. Я говорю, вы что позвоните, послушать или поговорить? Нет, я, ну, как бы, я отслеживал по видео, да, звонят, мне интересно, люди звонят, звонят тебе. Я же понимаю то, что они хотят, чтобы ты подтвердил то, что они думают. Но когда ты не подтверждаешь то, что они думают, они начинают это разочаровываться. Ну, так разочаровываться в ком? Во мне или в себе? В себе. Ну, так... Да нет, я, как бы, обиды-то не слышу. У меня... У меня задача не... Как сказать? Не поставить человека на место, а наоборот его направить в правильном направлении, чтобы он сам начал думать. Ну, мы-то с тобой разговариваем о том, что люди тебе звонят, понимаешь? Я, ну, для практики, я услышал в звонке людей, я отнес их сторону, отнес твою сторону, понимаешь? И я, ну, как тебе сказать, я, мал-мал, умею расценять, что хотят люди. Они хотели подтверждение того, что ты скажешь, что они делали правильно, понимаешь? Ну, то есть они меня расценивали как авторитета? Да. Прежде всего, они, я не знаю, как тебе об этом сказать, в психологической форме. Ну, я тебе, в общем, объяснил то, что они хотели знать. Они знают то, что они хотят слышать, то, что они хотят слышать. И звонят они авторитету. А правильно я сделал? Мама, а правильно я сделал, что я постельку заправил? Или неправильно? Научи меня. Правильно? Ну, наверное, со стороны винии. Ну, да, с людьми. Слушай, вот это, блин, мне тут моя суженарезанная попросила, чтобы я ей, в конце концов, помог уже. У меня завтра день рождения. А ты, говорит, ходишь на телефон уже, час отболтаешь. Я говорю, подожди. Мне же тоже надо свою жизнь. Я говорю, вообще хочу научиться делать так, чтобы не было нам, тебе, мне и тому подобное плохо. Поэтому, говорю, нужны такие же, как я, которые не хотят, чтобы было кому-то плохо. Она говорит, мне надо помогать. Эгоизм включила свой. Может, наоборот, нужны такие, которые хотят, чтобы всем было хорошо? Так я и говорю. Нет, так ты, у тебя подход через отрицание. Мне нужны такие, которые не хотят, чтобы никому не было плохо. Видишь, сколько отрицаний? Подожди, еще раз. Как ты сказал? Так это не я сказал, а ты сказал. Нет, что-то я просто сейчас услышал твои слова, и я что-то просто не понял, что я такое вообще сказал. Ты сказал. Мне просто нужны люди, которые тоже не хотят, чтобы никому не было плохо. Ну, что ты такое сказал? Нет, я сказал, что такие же люди, как я, не как я, такие же люди, но да, как я, чтобы хотят, чтобы всем было хорошо. Нет, ты не так сказал. Это я уже тебя переначал. Ты начал с отрицания. То есть нужны те, кто хочет, чтобы никому вокруг не было плохо. Да? Да. Шайтан помутил мой разум. Ну, так а кто хозяин твоего разума? Да нет, я что-то сомневаюсь, что ты так сказал. Ну, слушай, запись-то работает. Давай потом мне ее скинь. У меня-то слух четкий. Ты понимаешь, меня вот этот отдел «э» и все эти камеры, и эта психушка научили сразу на лету каждую букву схватывать. Я, кстати, заметил, что это, знаешь, тебе бы, может быть, пошло бы быть следователем. Ага. По особо важным делам. Ну, ты начал разговаривать, как эти, как полицейские. Они мне все время, это, и в полиции, и участковые, и эти отдел «э», и даже в психушке мне предлагали в психушке работать. Говорит, айда к нам. Ты че? Ну да. Я говорю, вы че, совсем что ли? Чтоб я у вас работал? Да я вообще семь лет не работаю, а у вас тем более не буду работать. Я вообще не работаю, действительно. Хорошее, да, занятие, не работать? Да вообще никому не надо работать. Надо трудиться. Трудиться. А вообще в нашей России мы вообще не должны не трудиться ничего. Просто вот у нас есть все, что для того, чтобы жить в России хорошо. Да, это долгая тема, можно долго обсуждать. Давай вернемся к теме, что ты там хотел про Творца спросить. А, про Творца что я хотел спросить? Да нет, про то, что я хотел бы спросить у нас, как тебе сказать. Я понимаю, о чем ты говоришь, когда вот эти слова произнес, да, кем бы ты хотел видеть человека, да, который приедет к тебе. Негативно думаешь, негативно и приедет. Ага. Вот. Я хотел у тебя спросить, вот смотри, когда я тебе сказал, да, Бог говорит через людей, когда ты мне рассказал историю. Ага. Вот. Как ты, ты говоришь, что можно напрямую разговаривать с Богом? Я у тебя хотел спросить, как этому научиться? Если ты это умеешь делать. Ну, вот ты... Ты сказал, что ты умеешь это делать. Это все умеют делать, просто не осознают, что они это делают. Не осознают, как научиться осознавать? Давай вместе научимся, я сейчас подсказки буду делать. Давай. Вот ты мне скажи, ты веришь в Творца? Ну, в Творца? Более того, я знаю, что он есть. Ну, а что это вообще такое вот, опиши. Кто это? С густом энергии. А? С густом энергии. А где он находится? Над землей, но мы его не видим. А где над землей? Над каким полушарием? Ну, да, хороший вопрос. Тебе по звездной карте? Нет, вот стоп. Над каким полушарием? Над одним полушарием или над вторым полушарием? Нет, над одним полушарием. Над одним? А второй что, без Бога, что ли? А, второй, нет. На втором полушарии. Я имею в виду, земли, да? У нас два полюса есть. Есть полюс южный, есть полюс северный. А при чем тут полюс? Ты говорил про полушарий. Ну, это я неправильно выразился. А, то есть он над одним из полюсов, правильно? Да. А над каким? Блин, точно не могу сказать, но могу узнать. Ну, то есть над одним из полюсов? А на какой высоте? Блин, если сказать по теории относительности, да? Ну, какой относительности? Ты что, не знаешь, что такое высота? Я понимаю. Ну, как вот? Ну, на какой высоте у нас стратосфера? Ну, короче, где-то там, да? Да. А ты мне скажи, он там чего, в каком виде существует? Ты видишь солнце? Ну. Вот солнце, то же самое, энергия, только для нас не видно. Почему не видно? Солнце-то видно? Нет, Господа не видно. Нам не видно. Но он есть. Он есть, конечно. А он слышит? Сейчас нас? Нет, вообще, у него такая функция есть, слышать? Конечно. Звуки он слышит? Конечно, и вибрацию чувствует, и звуки слышит. А видимый свет он видит? Я-то я не знаю. Ну, вот то, что мы видим, он это тоже видит? То, что он видит на Земле? Нет, я тебе говорю про видимый спектр, так называемый. То есть есть ультрафиолет, есть... Да, да, видит. Видит, я понял, про что ты говоришь. Ну, то есть то, что мы видим, он в состоянии увидеть, так? Да, да. И нас видит. А ты мне скажи, вот с той высоты, где он находится, он способен нас с тобой услышать? Конечно, он всегда слышит. Он вообще все слышит? Да. А видит он тоже все, что? Насчет всего не знаю. Ну, по крайней мере, с высоты он видит нас. А он чего слышит? Только звуки, а мысли он может слышать? Ну, наверное, пласть души. А? Чувства. Чувства он слышит. Не, ну ты вот, ты там у себя внутри же наверняка так же, как и я, мыслишь словами. Вот эти мысли, слова он может услышать? Конечно. Ну. И вот возвращаемся к вопросу, как обратиться к Творцу? Как обратиться к Творцу? Ну, во-первых, ты можешь нарисовать... А обратиться? Слушай, внимательно. Исходя из нашего с тобой разговора, выходит так, что к нему можно написать письмо, потому что он это увидит. Так? Да. Можно нарисовать картину, он это тоже увидит, так? Да. Можно вслух произнести, он это услышит. Да. И можно мысленно обратиться, он все равно услышит. Да. Ну, так а в чем проблема? Теперь ты умеешь обращаться к Творцу? Как мне слышать его? А? Как мне его слышать? Обращаться, я понимаю, как к Творцу. Как мне-то его слышать? Только через людей? Нет, не только через людей. Ну, смотри, я тебе объясню. Если я хочу кого-то обмануть, и если я хочу сделать противо души, я это чувствую. На чувственном уровне. Я чувствую себя внутри. Что происходит со мной, когда в той или иной ситуации я поступаю неправильно. То есть, если мама мне задает какой-то вопрос, и я из-за своего страха ей отвечаю ложе, я это чувствую, что я делаю это неправильно. Ничего не понял. При чем тут мама? Я тебе объясняю про чувства, как я могу чувствовать Бога в себе. Понимаешь? Так ты говоришь, ты говоришь, подожди, подожди. Давай логически думай. Ты говоришь себе, и при этом говоришь про маму. Это я тебе пример привел. Ну, вот вообще непонятный пример. Ну, смотри, если ты, я хочу, да, формулирую на меня. Мама мне спрашивает вопрос, ты что, пьяный? А я стою пьяный и говорю ей, нет, я и вру, стою наглую. Я даже чувствую, что я вру. По телефону маме я вру, врал, да, когда употреблял алкоголь. Я врал. Мама моя чувствует, что я не в таком состоянии, как хотелось бы ей. А я и вру. А я-то чувствую в душе, что зачем я это делаю. Мне больно от того, что я вру, но я все равно вру. Это о чем говорит? О том, что во мне говорит Бог, ты зачем это делаешь? Ты же чувствуешь, что ты... Вот так я понимаю, понимаешь? Вот эта боль, которая в тебе возникает, она называется совесть, совместная весть. Это есть душа. И ты, на самом деле, не свою боль ощутил, не только свою, но и мамину. Ей стало больно, что ты врешь. И ты эту боль, ты совместно с ней ощутил. Вот это и называется совесть. И боль Творца я тоже ощутил. У тебя просто немножко неправильное представление о Творце. Ты считаешь, что он там где-то над Северным полюсом или над Южным, но при этом он все видит и все слышит. Конечно, он всемогущий. Ну так а почему он именно там? В твоем понимании он именно там, нигде в другом месте. Вот здесь его нет, но он здесь все слышит и все видит. Как так? Почему? Он во мне, в тебе. Не-не-не, подожди. Ты сказал, он над Северным полюсом, над одним из полюсов. Ты мне спросил, как я вижу Бога. Ну. Я тебе сказал, что... Нет, я тебя не спросил, как ты его видишь. Я спросил, где он. Ты сказал, над одним из полюсов. А теперь ты говоришь, он везде. Конечно, везде. В каждом нашей душе. В каждом человеке. Ну так где он? Над одним из полюсов или везде? Он везде. И в том же месте над одним из полюсов. Ну, потому что полюса, они тоже входят в понятие везде. Когда ты приходишь на землю, перед тем, как плетить вверх на землю, ты касаешься Господа, и Он дает тебе энергию жизнью. Не-не-не, подожди. Это все... Где-то ты этих понахватался заученных фраз. Я тебе простым языком говорю. Так что? Надо определиться, где Творец. Он везде во всем? Или только над полюсами? Везде во всем. Ну. Везде во всем. Ну, вот у тебя еще проскользнуло, что Он только через людей может общаться. Да. А ты мне поясни, как так? То есть Он везде и во всем, а общаться может только через людей. Потому что, смотри, чувства, которые... Энергия, душа. Есть Бог над человеком, да? А есть еще у человека мысли. То есть это отдельно, правильно? А что, подожди. У животных, млекопитающих, там, букашек всяких нету мысли? О них инстинкт. А мысли нету? Мысли. Да мысли есть, наверное. Не знаю. Есть, конечно. Жрать же хочет. Сначала рождаются мысли, потом действия. Ну. Так ты мне поясни, почему творец не может через, там, я не знаю, через собаку с тобой пообщаться? Так я, нет, он может. Я тебе говорю про то, что он не может напрямую, я не умею его напрямую с ним разговаривать. Понимаешь? Через человека, через кота моего, через чок, могу, да, услышать действия. Я могу почувствовать на чувственном уровне, когда я делаю что-то неправильно, обманываю и тому подобное. Я это чувствую. Это он со мной, в этот момент просто я чувствую, что он болеет, я болею. А вот если задать вопрос Господу Богу, как мне узнать напрямую от него ответ? Как, как? Точно так же, как я задал? Вот. Я тебе вопрос уже знал такой, как ты это делаешь? Я тебе еще раз поясняю. Точно так же, как ты задал вопрос, точно так же ты и получишь ответ. Ни разу у меня так не получилось. Ну как не получилось? Если ты не заметил, то ты уже больше часа общаешься с Творцом через меня, а я общаюсь с Творцом через тебя. Так это я тебе об этом уже не заметил, я тебе об этом и говорю. Понимаешь? Я же тебе тоже об этом и говорю, что я могу разговаривать с Творцом через тебя. Но напрямую ты можешь разговаривать? Напрямую. Вот ты один, и вот ты к Господу обращаешься. Так это подожди, ты просто не догоняешься, это и есть напрямую. Потому что в каждом из нас Творец есть, он везде и во всем всегда. Мы сделали вывод правильный, да? Про Творца. Я понимаю, о чем ты мне говоришь. Так я тебе хочу вернуться, да слушай, я хочу вернуться вот к Творца. Как ситуация в магазине. Когда приезжает тебе бык, и ты относишься к нему как к быку. А там на самом деле Творец приехал в лице представителя так называемой власти. А ты к части Творца относишься, то есть он является частью Творцом. Если Творец везде и во всем, а он является его частью, то ты вот к этой части относишься как это. Ну то есть ты буквально к карандашу относишься как к машине. Или там к цветку относишься как к собаке. То есть ты его коверкать начинаешь. Он тебе явился в одном образе, а ты его образ мысленно переиначиваешь. Я понял то, что ты говоришь. Логично? Да. Я просто выше себя, выше свое мнение ставлю, чем Господь. А твое ли это мнение? Ты разберись в своих мыслях. Откуда у тебя эта мысль пришла? Кто тебе навязал? Не навязал, а мой жизненный опыт меня бы нам показал. Дело в том, что когда я делаю каждый раз что-то другое... Слушай, твой жизненный опыт, мы с тобой вместе переначали буквально за 20 минут. Элементар-то. Просто простыми словами. Ну да. Как говорится, как этот говорил не Штирлиц, а как его там... Мюллер, видите, говорит, я за 5 минут перевербовал вас и без всяких фокусов. Не помню я такого. Ну в 17 мгновение весны-то он мне Штирлиц говорит. Вот видишь, говорит, как просто говорит. Я, говорит, за 5 минут перевербовал тебя без всяких фокусов. То есть твои убеждения, вот эти, что они быки, оно развеивалось. Хотя у тебя богатый жизненный опыт. Ну да. Ну. Так получается, твой опыт-то ни на чем не основан, если он так быстро рухнул. Это значит, что я неправильно себя вел. Да нет, нет такого понятия. Правильно, неправильно. Тебе просто был необходим этот опыт. Конечно, чтобы его пройти достойно. А как ты его прошел, тоже не важно. Важно. Очень важно. Ну, во-первых, Господь не дает того, чего ты не сможешь делать. Творец испытаний не по силам не дает. Ну. А почему ты говоришь Творец, а не Господь? Потому что так считаю. Ты в интернете читал, разбирал это слово. Что оно означает? Творец? Нет. Творец я использую. Почему ты, у тебя вопрос, почему я другое слово не использую? Так ты вот зайди в интернет и почитай, что это слово означает. Слово Бог. Ну, да, любые. Мне вот по душе больше слова. Я разбирал все слова. И пришел к выводу, что вот слово Творец, оно мне больше по душе. Оно резонирует. У меня нет к нему отвращения. Вот. Ответ на твой вопрос, который я задал конструктивно. А ты мне говоришь, почитай, да? И почитай, в том числе. Действуй по всем фронтам. И ощущения свои спрашивай, и у людей интересуйся, и в интернете ищи. Не надо опять... А можно мне тебе вопрос? Вот смотри, не надо опять меня использовать как авторитета. Услышал мое мнение? Вот что я сказал, так и действую. Нет. Проверяю по всем фронтам. Сформируется все. Я не использовал как авторитета. Я у тебя спросил, почему ты говоришь Творец. Я услышал, почему ты говоришь Творец. Но мне тут ничего не говорит о твоем авторитете. Ну, я тебе к тому, что... Таких минут на меня не было. Ну, если у тебя вдруг возникнет желание использовать только мое мнение, то это неправильно. Это нужно свое мнение сформулировать за счет того, что собрать, как сказать, полную картину. Собрать пазл, чтобы увидеть целую картину. Я это понимаю. Я это услышал тебя с первого раза. Я просто хотел узнать, почему ты говоришь Творец. Другими словами, ты вокруг все узнал, прочитал, выяснил. И для тебя нет резонации в слове Творец. Для тебя оно легко, душе тепло. Наоборот. Есть резонанс. То есть оно резонирует с моим внутренним ощущением. Резонанс. Знаешь, что такое? Вибрация. Нет. Резонанс – это наложение частот друг на друга. Ну, а частоты как? Они вибрируют, понимаешь? Ну, это грубо... Вибрация – это и есть частота. С определенной частоты колебаний... Вибрация. Чего? Это вибрация. Чего вибрация? Все, что происходит, звуки, движения – это все вибрация. Ты чего с темы на тему прыгаешь? Я не прыгал. Почему? Мы с тобой сейчас... Мы с тобой разговаривали про слово «резонанс». Ну, ты начал мне рассказывать, что я все есть в вибрации. Нет. Я тебе сказал... Ты у меня спросил, что такое резонанс, я тебе сказал, что это вибрация. Вибрация – это вибрация, а резонанс – это резонанс. Это два разных слова. Два разных слова имеют два разных смысла. А ты их пытаешься слепить в одно. Да, объясни мне, что такое резонанс. Поясняю. Резонанс – это наложение двух частот друг на друга. И усиление их друг за счет друга. Но, грубо говоря, человек не просто прыгает на ногах, а прыгает на пружине. И вот резонанс возникает, когда он и от пружины отпружинивается от пола, и еще от самой пружины на ногах поднимается вверх. Вот это резонанс возникает. То есть он за счет пружины подпрыгивает и за счет своих ног. Вот это резонанс. Так. Ясно? Ясно. Ну вот. То есть идет усиление. Колебания, так называемые, частоты. Так. Колебания, частота и тому подобное. От чего происходит? От колебания чего-то. От смены чего-то. От вибрации. Ты слышал? Вот у меня к тебе вопрос. Ты слышал, как Земля дышит хоть раз? Хоть раз послышал? Нет. Ну ладно. А это тоже вибрация. Все, что происходит у нас на Земле, в космосе, это все вибрация. Так это понятно. Мы сейчас про что разговаривали? Про резонанс. А до этого мы про что разговаривали? А до этого мы разговаривали про чувства. Да? Или нет? Меня уже сам забыл. Ну вот. Что-то ты углубился в эти вибрации еще. И там вибрации, и тут вибрации. Мысль потерялась. Так в том-то и дело. Мы говорили про слово «творец». Да, по слову «творец» мы говорили. Я услышал, почему для тебя это так. Я задал конструктивный вопрос, почему ты творцом? Ты мне ответил, почему. Ну а теперь ты можешь мне дать самое короткое определение слова «творец»? Что такое творец? Самое короткое определение – «отец мой». Почему только твой? Ну это я тебе говорю, короткое определение, что такое творец. Отец мой. Отец твой. Отец его, ее, всех людей. Всего живого. Нет, ты сказал «отец мой». Ну я сказал. Ну. А теперь ты говоришь, что он еще и мой. И его, и ее. Да. Так он чей отец? Наш. Кого наш? Людей? Людей. А животные что, не его дети? Я же сказал, людей, животных, растений. А, то есть отец всего? Рыбок. Отец всего, да. Он сотворил. А его кто сотворил? Я этого не знаю. Ну, в моем понимании, немножко по-другому. Творец – это все. Творец – это все. Творец – это все. Вот попробуй, опровергни. Попробуй докопайся. А, все, это что? Все, это все. Все это, когда ноги холодные? Или все это, когда ты кушать приготовил? В том числе. Это тоже творец, да? Да. Хороший ответ. Вот попробуй, я тебе серьезно говорю. Вот ты на досуге подумай, попробуй это. Как говорится, докопаться. Я уже подумал, ни до чего не докопаешься. Творец – это все. Неоспоримо. Никак. Да. Все бы, что бы ты себе не фантазировал и не фантазировал, это все равно все творец. Думаешь – творец, не думаешь – тоже творец. Потому что не думаешь – тоже входит в понятие все. Логично? Да. Да. И отец – творец, и мать – творец, и отец – отца – творец. Понимаешь? Любое слово, возьми, это творец. Точнее, не так. Любое слово, любое проявление – это часть творца. А творец – это все. Я это понял. Вот ты часть творца. Ты это сказал, попробую опровергнуть. Ну да. Я сразу – чук-чук-чук. Да, действительно, нет опровергений. Вот ты часть, смотри. Ты часть творца, я часть творца. Телефон – часть творца. А все вместе, все, все части – это и есть творец. Это и есть все. Да. Да, творец – это все. И букашки, и атомы, и даже пространство между атомами, и параллельные вселенные, и инопланетяне, даже если они существуют. Все это творец. Ты сомневаешься в существовании инопланетян? Нет, я тебе как пример. Если вдруг… Вот даже вот эти сомнения – это тоже часть творца. Я это понимаю. Присутствовало слово «етли». Чего? В твоем. В твоем выражении присутствовало «если» они существуют. Да. Значит, у тебя нет поверия в том, что они существуют? Нет, есть информация из интернета, из телевизора, что, возможно, они существуют. Я тебе поэтому и говорю, что «если» они существуют. У меня нет точной информации. Есть они или нет? У меня нет точной информации, что их нет. Поэтому я и говорю «если». Ну, у тебя нет точной информации, что они есть, да? Нету. давай об этом потом поговорим сейчас ты опять сюда пытаешься уйти в какую-то тему это я же тоже как и ты как-то сказал научился да там наши тебя два дня ломит каждое слово так ты не слова ломит и смысл и я-то не бил на смысле что ты у тебя смысл был этот отрицательный то есть ты свое это свое понятие выстрелил выстрел на отрица на на отрицательных фразах то есть за счет отрицания хотя по идее нужно строить на утверждение я тебя на смысле поймал они на они буквально за базар подтянулся за одно слово как говорится да да я это понял ну вот а ты меня пытается за слова именно цеплять нет каждому слову есть смысл да это не демагогия это тоже часть творца этот помнишь песни у этого какого забыл как зовут тоже является частью вселенной да ну он там поет бледный бармен с дрожащей рукой дыма табачного пепла являет участие силен да 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 вот вот он вот этой песни хотел донести что все является творцом он донес ну до меня донес я его понял так я что и давным-давно уже сказал что каждый хочет понимать как он хочет не так давай вернемся к другому вопросу к твоему вопросу ты чё-то уже им это и то ли устал то ли чё к моему вопросу такому уже я уже сам уже запутал вот я тебе об этом и говорю что у тебя там уже наверно мозги кипят от таких разговоров так нет у меня не так у меня сейчас смотри мне бы хотелось бы с тобой поговорить на но и мне надо твоей суженой ряши помочь я теперь ну так и скажи у меня мало времени мне нужно это идти да не понимаешь а у меня-то сейчас сопротивление какой мне сделать выбор так вот я тебе дай минуту буквально дай мне времени еще и заканчиваем разговор а давай твой главный вопрос как общаться с творцом вот исходя из той информации которую ты услышал ты сделай ты теперь можешь по это осознать как можно пообщаться с торта конечно я до этого но нет ты говорил что напрямую ты не можешь с ним пообщаться а сейчас ты осознаешь что ты напрямую можешь с ним общаться ну да через людей да причем ты на этих людях-то замкнулся люди это чай это часть творца ты почему творца постоянно дробишь на на части вот только через людей только над северным полюсом только над южным полюсом это нет смотри я тебе скажу формулирую проще как сказать при задавании вопроса господу да он услышит мои мысли и все тому подобное я получаю ответ на чувственном уровне а через кого-то вот как я могу общаться с господом ну я тебя поздравляю ты сам себя ограничил в общении с творцом почему ну потому что ты вот уже много раз вы высказал свою волю что ты что а творец может общаться с тобой только через людей я не смогу понять ответ напрямую когда я знаю вопрос как я тебе и спрашиваю почему я так не могу ты вообще знаешь что такое приметы приметы да вот если ты идешь на важную встречу а тебе кошка это черная дорогу перебежал ну ты чё не сможешь понять что это такое окошко дорогу перебежал черная кошка дорогу перебежал да мне все равно ну вот ты сам себя ограничил тебе творец подсказывает что не ходи на встречу а ты идешь и сам себе ограничение наложил фильтр и вот если к тебе человек подошел и сказал не ходи на встречу тогда ты понял ты понимаешь о чем я говорю я понимаю о чем ты говоришь он не только через людей через обстоятельства общается через любые но я тебе могу опровергнуть сейчас насчет того что не все приметы ну как тебе сказать подходит к этому вопросу да я к тебе к примеру привел это примета народная вот и снег на башка вы там упадет или не знаю прям перед тобой снег такая куча снега все не пройдешь разворачивайся и иди нет вы все равно не понял все равно бы через эту гору снега полез бы и дальше пошел нет я бы развернулся и ушел ну так хочу ну то есть ты принял сигнал от творца вот тебе вот тебе общение с творцом это я понимаю вот смотрите задай сейчас вопрос господу получен у него ответ сразу же свистишь какой хитрый может тебе этот телефон творца скинуть на берегу ну знаешь об этом ватсапе ничего не видел он там везде я говорю ты чего ватсапе не видел он там везде конечно везде ну набирай любые цифры сразу на него попадешь смысл ясен как я понял я я не только что хотел сказать видишь как ты ушел от прямого ответа ну а ты говоришь только через людей смотри у меня давай мы с тобой еще я тебе не рад позвоню вот я не хочу пример рассказать подожди вот ты говоришь прямая связь и сразу ответ вот два года назад мы с это человек 10 собрались идти в управляющую компанию на очень важную эту встречу то есть там девушку отключили от света у нее двое малолетних детей ну короче вообще полный беспредел мы собрали 10 человек со нас собралось мы решили пойти в управляющую компанию и я туда решил пойти пешком и иду это и все это все думаю блин а правильно мы ли идем стоит ли вообще идти на эту встречу ну и мысленно обращаясь к творцу творец это дай хоть это хоть какой-то знак хоть как-то дай знать это вообще это правильное дело мы делаем нет может это туда вообще не стоит идти а погода была пасмурная все 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 в облаках полностью и чё ты думаешь я подхожу к это где-то за их за километр до этого здания иду и смотрю в облаках четко над этим зданием просвет и луч света такой бьет тут вот четко на это здание такое вообще в нем не бывает сургуте чем тебе не общение маг луч света вот все здание светил единственный просвет во всем небе я посмотрел специально по сторонам ни одного слова не произнесено ни один человек ко мне не подошел я понимаю что ты говоришь только научиться изымать ответы господа из всего надо научиться слышать видите и ощущать его да 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 я понял просто потому что он везде он через он использует все языки всего все возможные языки и все возможные события там людей вообще все использует чтобы общаться а ты слышишь только через людей ясно надо у меня просто он у тебя через жену говорит иди помогай мне на твой день рождения на диване да у творца день рождения ты тут это с каким-то это с другой частью творца разговариваешь у которой нет день рождения это давай разговор заканчивать я сам устал у тебя там жена ждет я понимаешь эти охота пообщаться но это на следующий раз давай я уже слышу что у тебя мозги кипят тебе надо это все переварить это скажи мне когда мне тебе можно звонить любое время благодарствую за разговор интересно тоже благодарствую поделать диване заниматься добро-добро давай счастливо а и Субтитры сделал DimaTorzok